Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. И сегодня мы вам расскажем про стереотипы Турции. Погнали! Турция для туристов и страны СНГ давно стала излюбленным местом отдыха по программе «Все включено». Но несмотря на достаточно частое посещение гражданами страны СНГ, этой страны вокруг нее ходят многочисленные стереотипы и домыслы. И если ты тоже сложил стереотипные представления о Турции, то мы и сейчас их развенчаем. Так что смотри и ищи те стереотипы, которые сложились у тебя. Итак, первый стереотип – это многоженство. Многие до сих пор полагают, что в Турции разрешено многоженство. Но это не так. Страна является светским государством с преобладанием мусульманства. То есть государства и религии разделены. И по сути здесь много разных конфессий. И в брак можно вступить только предоставив справку о том, что ты холост. Да и в целом здесь ни у кого и в мыслях нет о многоженстве. Такого в их культуре не принято. Стереотип номер два – это хиджаб. Покрытые женщины здесь встречаются куда реже, чем во многих странах с преобладающей мусульманской религией. Но хиджаб не является обязательной опцией. Женщины вольны сами выбирать свой внешний вид. Кто-то покрывается, но все больше турчанок выбирают европизированный стиль одежды. А порой здесь встречаешь девушек и женщин в такой модной одежде, что кажется, что лучше бы мои глаза этого не видели. У меня, кстати, приятель, когда мы сюда переехали, первый вопрос, который он мне задал, он спросил, а жена у тебя в паранже ходит? И когда узнал, что нет, не ходит в паранже, он очень сильно удивился, думал, что все женщины обязаны покрываться. Вот так-то. Третий стереотип – это all inclusive. Некоторые туристы, приезжая сюда по программе «Все включено», считают, что весь отдых Турции именно такой. На море утром, потом экскурсия, далее в торговый центр, после бегом на шведский стол, а вечером зависать у бассейна с бокалом коктейля. Но если поехать в Турцию по другому маршруту и начать изучать страну своим ходом, то можно очень сильно удивиться разнообразию предлагаемой Турцией. Если, например, хотя бы решиться поехать не в Анталию, а хотя бы в Стамбул, то впечатление будет минимум на год. Четвертый стереотип – работают только мужчины, и это не соответствует действительности. Турция – современная страна с европизированным обществом, и современные женщины стремятся к эмансипации, и им интересна собственная карьера. Женщины здесь занимают совершенно разные должности в различных сферах и даже в политике. Пятый стереотип – турки не употребляют алкоголь. Это также не так. Не пьют только ортодоксальные мусульмане. Но Турция – страна не религиозная, а светская, как мы уже говорили. Поэтому выпить бутылочку пива или несколько рюмочек крепкого алкоголя могут даже без повода. Стереотип номер шесть – в Турции всегда лето. Это вовсе не так. В разных регионах Турции может быть даже зима и даже снег. А иногда бывает снега выпадает столько, что сугробы отрезают доставку продуктов в магазины, оставляя полки полупустыми. И здесь даже имеются горнолыжные курорты, так что в Турции нужна не только летняя одежда, но даже и шубы. Ведь многие модницы, в том числе и из РФ, с особым умножением относятся к меховым кожаными изделиям, привозимым из Турции. Мне мама, кстати, в детстве привозила кожаную одежду именно из Турции. Мы, кстати, попались на этот стереотип, когда сюда собирались. Я говорю, зачем в Турцию зимние вещи теплые? Там же всегда лето. А приехали, а там снег. Да. Было холодно. Вот так-то. Седьмой стереотип – это язык в Турции арабский. Это также не соответствует действительности. Турецкий язык ничего общего не имеет с арабским. Турецкий язык относится к группе тюркских языков и изначально пришел из Центральной Азии. И ему близки такие языки, как туркменский, азербайджанский, узбекский и казахский. На протяжении многих веков турецкий язык в процессе соприкосновения с разными культурами впитал в себя некоторые элементы из персидского, французского, греческого, итальянского, испанского и частично арабского языков. Хотя письменность в турецком языке когда-то и была арабского типа. Но если попытаться заговорить с турком на арабском языке, он ни черта не поймет. Стереотип номер восемь. В Турции живут только мусульмане. Это не так. Помимо мусульман в Турции проживают большие еврейские и христианские сообщества. А много турок и вовсе являются атеистами. И большая часть мусульманского сообщества составляет даже не сами турки, а приезжающие сюда на ПМЖ граждане Сирии, Ирака и арабских стран. Девятый стереотип. Это турки не едят свинину. Это также миф. Не едят свинину только артодоксальные мусульмане. А турки с удовольствием поглощают это мясо, когда находят где его купить. Особенно, когда выезжают в отпуск в другие страны. Нам рассказывал наш приятель, как они поглощали бекон жареный в Европе со своей женой. Да. Очень было вкусно. А другого мы накормили салом. Да. Говорил с салями. На вкус как салями. Очень-очень вкусно. А это сделано из свинины? Удивлялся. Десятый стереотип это то, что в Турции в общественных местах нельзя употреблять алкоголь. Это устаревший стереотип. Первый пивной завод был открыт в Стамбуле еще в 1890 году. Да и до этого османы также пили вино и турецкую водку ракой. Сегодня в городах Турции можно найти множество баров и других питейных заведений, где яблоку негде упасть и все столики заняты именно местными жителями. Одиннадцатый стереотип – самый популярный напиток кофе. А вот и нет. Большей популярностью пользуется именно чай. По статистике потребления чая Турция является самым большим потребителем чая на душу населения. Примерно 2,7 кг в год выпивается одним человеком. Больше они едят только хлеб. Мы с тобой уже килограмм выпили. Стереотип номер 12 – это то, что граждане Турции имеют общий облик. То есть смуглую кожу, черные волосы, карие глаза – это также не так. Османская империя когда-то занимала всю Юго-Восточную Европу, Анатолию, Северную Африку, Ливан. Так что население Турции отражает смешение всех этих областей. То есть можно встретить и светловолосого турка, и даже голубоглазого. Так же как и турчанки встречаются даже со светлыми волосами и глазами. Валина, например. Да, кстати, светловолосые и голубоглазые. Приятница у нас турчанка, она светловолосая и голубоглазая. Ну что, нашел из списка те стереотипы, которые сложились у тебя? Напиши об этом в комментарии. Всем пока! До свидания, подписывайтесь на канал, не забывайте об этом. Мы пошли воевать с осами. Хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok